Приветствую всех на канале Smart Life! Рад представить вам долгожданную новинку DOOGEE X5 MAX Съемкой батареи на 4000 мА за 65$ Это улучшенная модель популярнейшего телефона в свое время DOOGEE X5 Который открыл нишу таких бюджетных телефонов И к слову, именно DOOGEE X5 был моим первым телефоном, на который я сделал обзор Напоминаю, что на канале есть плейлист бюджетных телефонов И это будет уже 15-й в списке Кстати, у продавца, у которого я брал этот телефон, периодически бывает акция И его можно взять вообще за 59$ Ссылка в описании Ну что ж, давайте посмотрим, сможет ли улучшенная модель с приставкой MAX Завоевать такую же популярность Перейдем к комплектации Как видите, коробочка такая стильная получилась Внутри идет сам телефончик, видите, вот в такой защитной пленочке Что у нас идет в комплектации? В комплектации у нас идет зарядное устройство на 1000 мА Да, то есть 1 А, 1000 мА USB шнурок и инструкция Коротенькая инструкция на английском языке Как пользоваться телефоном Ну, в принципе, стандартный набор для бюджетника Для бюджетника И сам телефон Как видите, телефон без транспортировочной пленки Замес транспортировочной пленки вот такая вот Так, полностью телефон в таком целлофане Ну, давайте перейдем теперь к внешнему виду Новинка выходит в двух цветах Черном, как у меня, и белом И в обоих случаях мы имеем красивый и стильный дизайн Благодаря серебряному такому ободочку Который, к сожалению, выполнен из пластмассы Надеюсь, со временем он не будет облазить Диагональ телефона составляет 5 дюймов Спереди мы имеем 3 сенсорных кнопки без подсветки Отверстие для микрофона Вверху мы имеем разговорный динамик И фронтальную камеру Снизу мы имеем Вот здесь расположился основной динамик Это у нас такой муляж для красоты Сверху мы имеем Отверстие для microUSB стандартное И стандартный джек для наушников С левой стороны у нас полностью пустая грань А с правой стороны у нас качелька громкости И кнопка включения-выключения Которые сидят хорошо, не люфтят, не болтаются Нажимаются хорошо Спереди на стекло не 2,5D Обычное Как видите, также у нас здесь наклеена сразу транспортировочная пленка Точнее, защитная пленка Транспортировочной не было Немного присутствует какое-то небольшое олеофобное покрытие То есть палец скользит хорошо, удобно Сзади мы имеем сканер отпечатков пальцев Который расположен именно в очень удобном и приятном месте Благодаря тому, что камера расположилась здесь Вот так вот взял телефон и сразу волей-неволей палец попадает именно в сканер отпечатков пальцев То есть это очень хорошо Логотип компании Doogee Здесь тоже у нас какая-то информация Основная камера со вспышкой И задняя крышка у нас в принципе собирает отпечатки пальцев Чем-то материал похож на как у телефона Doogee X5 Такой немного приятный на ощупь, немножко прорезиненный Видите, телефон не скользит, сидит хорошо Задняя крышка у нас съемная Давайте снимем заднюю крышку Снимается довольно-таки нетрудно Под крышкой мы имеем батарею на 4000 мАч Но сразу вам скажу На самом деле замерял USB тестером Здесь вместила в себя батарея 3700 мА То есть на 300 мА нас компания Doogee обманула Также тут у нас есть один слот под microSIM карту Тут у нас слот под nanoSIM карту То есть самый маленький размер И под microSD карточку Вот такая вот Немного нестандартная для такого уровня комплектация Точнее комплектация Нестандартная SIM карта Обычно 2 microSIM А тут надо еще придется nanoSIM обрезать Вот, ну сборка в принципе телефона на хорошем добротном уровне Ничего у нас не люфтит, не скрипит, не прогибается То есть придраться по сути не к чему За внешний вид Мне внешний вид телефона довольно таки понравился И хорошо в руке лежит Не такой толстый, как я изначально думал Так что за внешний вид можно поставить хорошую твердую пятерку телефон Телефон под управлением Android 6.0 С беспроводным обновлением Лаунчер у нас стандартный Ничего у нас не глючит Хорошо быстро работает Как видите, есть кнопка меню Где расположились все основные приложения Что здесь немножко другое Вот настройки, видите Немного иконки по другому Видоизменены Мне понравилось Такие нововведения И кстати, вот видите Основное меню не белое А вот такое вот черное Русификация в принципе на хорошем уровне Как обычно за исключением нескольких функций Что у нас не перевели Энергосберегающий режим не перевели Потом Умные фишки всякие Там знаете, вот эти бесконтактное управление Как обычно не перевели Умные жесты То есть разглокировка двойным тапом И всякие там силуэты можно рисовать Тоже не перевели Как видите, у нас есть Сканер QR-коды Полезная штука Не нужно ставить И сканер отпечатков пальцев Но здесь как бы на русском Все остальное перевод Как бы в принципе корректный Ну вот так вот На 95 где-то перевод Довольно-таки хороший В общем, с программной частью Все отлично Уверен, что будут еще обновления На случай каких-нибудь недоработок Сразу по сканеру отпечатков пальцев Работает сканер отпечатков пальцев Хорошо, корректно Процент попадания очень высокий И в общем сканер отпечатков пальцев Работает на ура Вот давайте, видите Сколько раз я бы сейчас не нажимал Я постоянно попадаю Видите, и он быстро, шустро работает Распознает То есть сканер отпечатков пальцев Отличный Телефон набирает 24 тысячи с половиной Попугаев в Antutu Стандартное количество баллов Для этого процессора Что мы имеем? Android, видите 6-й 32-битный Процессор 6580 Четырехъядерный Стактовая частота 1,3 ГГц Графический процессор Mali-400 Разрешение дисплея HD, напоминаю, диагональ 5 дюймов Камера задняя На 8 мегапикселей Оперативной памяти 1 гигабайт Встроенной 8, но на самом деле Видите, доступно 4,64 И вообще как бы маловатенько, конечно Значит, что дальше? Мультитач Вот, мультитач у нас Только, видите, на два касания Но, слава богу На одной AC У нас никаких Перехлестов нету Работает мультидач Качественно Хорошо Здесь придираться не к чему Фронтальная камера У нас тоже на 8 мегапикселей Но об этом чуть попозже Дальше Давайте теперь по датчикам Посмотрите, друзья У нас здесь датчиков Ого-го Сколько У нас есть и ориентир сенсор И магнитный сенсор Давайте посмотрим Датчик освещения Довольно-таки хороший Видите, корректный То есть чувствительный датчик освещения Надо похвалить Дальше Акселерометр, естественно Работает корректно И датчик приближения Тоже хорошо Корректно работает То есть датчики Не такие, знаете Там бюджетные Которые еле-еле Работают в душе Здесь с датчиками Демонстрирую сочность дисплея Напоминаю Дисплей у нас без ОГС технологии То есть воздушная прослойка между тачем и дисплеем у нас присутствует Давайте посмотрим Углы обзора Хорошие Запас яркости в принципе тоже давайте поставим на минимальный порог яркости Ну в принципе да Хорошо она в темноте не режет глаза Вот такой дисплей Ну вот немного ложку дегтя Смотрите, вот буду нажимать слегка Нажимаю и у нас появляются разводы Вот это конечно не очень не есть Хорошо то, что появляются разводы при небольшом нажатии Телефон работает в 2G и 3G сетях Как видите 4G у нас не поддерживается Качество микрофона и разговорного динамика на должном уровне И с этих никаких проблем нету Как и с качеством уровня сигнала Дальше давайте послушаем звучание основного динамика Как видите расположение сбоку очень удачное Благодаря этому перекрытию, когда мы ложим телефон Никаких нету Репений и каких-то проблем с основным динамиком Я тоже никаких не заметил В наушниках звучание тоже очень довольно таки хорошее На должном уровне Дальше посмотрим GPS тест Проведем GPS тест телефона DOOGEE X5 MAX Смотрим Один спутник поймала Второй, третий Пока три спутника Четыре Все уже определила Погода у нас сегодня солнечная, ясная Пять спутников Не сказать, что он такой весь суперовский GPS модуль Ну в принципе ловит Ловит довольно таки неплохо Я тут под деревом стою Поэтому Давайте выйдем на солнце посмотрим Может лучше поймает Ну да, видите На солнце выхожу Качество уровня сигнала увеличивается О, сколько много Насколько дерево мешает, а? Ну вот такой В принципе GPS модуль хороший Далее стандартный тест Асфальт 8 Как видите На максимальных настройках Давайте посмотрим Как у нас справляется Асфальт 8 И Как неудивительно Ну как бы Или удивительно Я даже не помню Вот Обычно я на этом процессоре Играю на средних настройках А тут я решил поставить На максимальных настройках И Телефон играет Уверенно Я не чувствую Каких-то таких Подтормаживаний И комфортно могу играть В Асфальт 8 На максимальных настройках Поэтому Мне кажется Хорошо То есть Оптимизировали То ли это Android 6 То ли вот Компания Дужи как-то Оптимизировала Я помню Раньше Асфальт 8 На максимальных настройках Этот процессор Не тянул А тут Как видите Тянет Так что Вот Хорошо Хорошо То есть В играх можно играть Уверенно На этом телефоне В игры всякие Такие Вот Такого плана Ну в общем Думаю вам прекрасно Самим все видно Что никаких Подтормаживаний Нету Начнем с фонарика Посмотрим Какой тут у нас Фонарик Выключим свет И сразу И сразу вам Хочу сказать Что Как обычно Вот Сэкономили Сэкономили Зачем Вот Что компания Что Дужи Что Комп там Вечно Вот экономят На светодиодах Надо выговор им Сделать Производитель Говорит О том Что у нас Сделали акцент На Селфи Камеру То есть Селфи Камера Должна быть Хорошая На 8 Мегапикселей Давайте Посмотрим Насколько Она Хорошая Так Давайте Посмотрим Снимок Ну В принципе В принципе Не то Чтоб Такая Суперовская Но Нет В принципе Хорошая Камера Селфи Снимки Можно получать Качественные Теперь По поводу Основной Камеры Как видите У нас Есть только Два режима Видите Вот такой Beauty Кстати В большинстве Случа Постоянно Включается Beauty Надо Постоянно Переключать На Пейзажный Режим И вот Такой Небольшой Минус Давайте Вот теперь Сфотографируем Автоматическая Фокусировка У нас Присутствует Видите Сфотографировали Сфокусировали Сами Да Снимки Получается На хорошем Достойном Уровне Связка Камер В принципе Хорошая Но Вот Из-за Светодиода Давайте Вот в темноте Посмотрим Как у нас Будет Фотографировать Фокусируется Давайте Посмотрим 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 Ну Цветопередача Корректная Никакой Инверсии Цветов Нет Давайте Вот Пройдемся В телефоне Присутствует Электронная Стабилизация Камера Камера Заявлена На 8 Мегапикселей В принципе Камера Хорошая Передраться Это по сути Не к чему Хорошая Хорошая Камера Отрабатывает За свои Деньги На все 100 Что же в итоге мы получили С главной задачей Которую ему поставили Он справляется На ура Даже при том Что реальная емкость батареи 3 700 мА Автономность Все равно Этого телефона На достойном уровне Два дня Активной работы Его хватает Без проблем Но в таком Щадящем режиме Дня 3-4 Вполне может протянуть Понравился Красивый И стильный дизайн Я ожидал Что он будет Более громоздкий И толстый В итоге Он хорошо лежит В руке И очень удобный Сканер отпечатков пальцев Расположение Как раз там Где нужно Из минусов Это слабенькая вспышка Но хорошая связка Камер Перекрывает этот минус Головой В общем За свои деньги Я считаю Это отличный вариант Автономность В наше время Играет одну из Немаловажных ролей Ставьте лайки Кому это видео Понравилось Всегда приятно Что твой труд ценят Подписывайтесь на канал Если вы еще не с нами И впереди вас ждут Самые интересные И актуальные Новинки Китайских гаджетов До встречи В будущем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok